На новой выставке в Крывеческом музее представлено более сотни экспонатов разной тематики и эпохи. Общее одно. Все эти предметы передал в дар Виктор Левцов. Новая экспозиция приурочена к юбилею профессора, доктора исторических наук. Здесь предметы разных эпох, которые были связаны и с моей семьей, и не только то, что удавалось спасти из разрушаемых домов. Здесь сервис, это мой сервис моей семьи. Здесь предметы сувенирной продукции различных общественных организаций, мои личные награды, награды моей семье, я тоже передал их в музей, различные документы, но вообще весь фонд, который сооперял, достаточно большой. Это и вещи дореволюционные, это вещи послереволюционные. Для того, чтобы собрать такую коллекцию, потребовалось несколько десятилетий. Помимо семейных ценностей, представлены и археологические находки. Виктор Анатольевич, не только член ученого совета музея, Виктор Анатольевич главный даритель музея. Вот на протяжении всего времени в музее было передано порядка трех тысяч вещей, которые связаны с семьей Виктора Анатольевича. И мы подготовили оперативную выставку для того, чтобы представить наиболее, скажем так, яркие подарки, которые были переданы в фонды Орловского кривического музея. Кривический музей не единственный, с кем сотрудничает Виктор Левцов. Знают и всегда ждут профессора и в Государственном архиве Орловской области. Он всегда очень откликается на все наши просьбы. И, конечно, мы с большим удовольствием всегда принимаем документы от него. Он является держателем личного фонда Виктора Анатольевича Левцова. Более 150 единиц хранения, это очень много еще документов. Все экспонаты персональной выставки для юбиляра имеют особое значение, ведь все они – часть жизни. Это семейные фотографии и награды, документы и открытки, а также предметы старины. Здесь сервиз, ему уже более 50 лет. Он принадлежал моей матери. И очень многие интересные и значимые люди выпивали чай из этих чашек. Известные орловцы. Он дорог мне, я его подарил тоже в музей, но я рос рядом с вот этими предметами. Рабочий день Виктора Левцова расписан по минутам. Многочисленные совещания и планерки. Без него не обходится ни одно событие в городе. Я очень счастлив, что здесь живут такие замечательные люди. Это родина моих предков. И я уверен, что еще много поколений пройдет, и Орловщина будет хорошеть все больше и больше. И если есть крупица моего труда в ее будущем, если я заложил какие-то небольшие усилия в основу ее будущего благосостояния, я очень этому рад. Поздравить виновника торжества пришли те, кто знаком с ним не один год. В основном это элита города – писатели, кроведы, художники, историки, а также его ученики. Он действительно признанный авторитет среди нашего Орловского краеведения. Вот я бы взяла на себя смелость сравнить его с Тургеневским дубом. Вот как Тургеневский дуб олицетворяет собой всю природу Орловского края, так и Виктор Анатольевич олицетворяет собой крепость и связь с Орловской землей, и с Орловскими людьми, и с Орловской историей. Потому что это дуб Орловского краеведения, дуб в хорошем смысле. Виктор Анатольевич добивался всегда, всего, не только своим умом, не только своими уникальными способностями и талантом, но, в первую очередь, усидчивостью. Я наблюдал неоднократно, как он пишет статьи, я видел, как он проводит экскурсии, я видел, как он общается с людьми по вопросам сохранения историко-культурного наследия. Я могу сказать, что это человек настолько скрупулезный, настолько внимательный каждому моменту, самому мельчайшему. Еще одна страница жизни этого человека связана с телеканалом «Первый областной». Вот уже на протяжении пяти лет он рассказывает об объектах исторического наследия, знаменитых и забытых. Здравствуйте, уважаемые любители Орловской старины. Сегодня мы с вами встречаемся в остатках старинного и очень памятного нам Орловцам имения выдающегося естествоиспытателя Владимира Николаевича Хитрового. Телеканал «Первый областной» присоединяется к поздравлениям. Наталья Чуйна, Эдуард Чанаускас, телеканал «Первый областной».